Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас предпраздничный выпуск, посвященный Международному Женскому Дню. И в гостях у нас писатель Людмила Улицкая. Людмила Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Людмила Евгеньевна, если говорить о празднике Международный Женский День, то он уходит своими корнями в противостоянии женщин, их борьбу за свои права. А как вы считаете, сегодня вопрос равенства прав между мужчинами и женщинами, он актуален? Вы знаете, он совершенно актуален по-прежнему, но в разных частях мира он имеет свои собственные особенности. И, скажем, в нашей иудео-христианской цивилизации, на самом деле, за последнее столетие очень много достигнуто. Чего нельзя сказать, скажем, о восточном мире. Конечно, женщина, положение женщины в исламском мире, и оно по-прежнему остается очень печальным. Но, впрочем, это печальное положение, видимо, их в достаточной степени устраивает. Что же касается женщин сегодня, я вообще небольшой поклонник феминистического движения, потому что в нем есть некоторый оттенок борьбы. Кто победит, мужчина или женщина. В то время, как мне кажется, самым существенным в этом противостоянии полов – это поиск партнерства, поиск взаимодействия и умение решать совместно наши общие задачи. А у нас довольно много общих задач. И из них первое и самое главное – воспитание детей. И так сложилось в нашей стране, и такова ее история, история трагическая, что с русско-японской войны, с 904 года, война, в общем, уносит очень много мужских жизней, по преимуществу мужских. И очень много женщин остаются одинокими. И им приходится невероятно тяжело за выживание бороться. Причем они, часть из них – это вдовы без детей. И, скажем, когда я училась в школе, я 43-го года рождения, то у меня в классе было очень много детей, у которых не было отцов. И это, к сожалению, в России довольно часто. Поскольку есть такие обстоятельства, как, скажем, войны, которые уносят мужчин. Знаменитый русский алкоголизм, который тоже не улучшает качество мужского населения, в стране, и довольно большое тюремное население, почти около 600 тысяч человек сейчас сидит в тюрьмах в нашей стране, и большая часть этих людей, конечно, мужчины, и именно того самого детородного возраста, то есть те самые мужчины, которые так нужны женщинам, которые часто оказываются одинокими, именно из-за нехватки мужчин. Но эта картина нашей российской жизни такова, что в конечном счете она привела к тому, что у нас потрясающе хорошие женщины. Вот женщины в России, пусть на меня мужчины не обижаются, они в моральном смысле гораздо более высокого качества, чем мужики. И это я утверждаю. У меня большое количество подруг, и я все время сравниваю, ну, невольно сравниваешь мужчин и женщин, моих подруг и их мужей, и далеко не всегда я могу сказать, что вот пара равная. Как правило, я наблюдаю пары, в которых женщина обладает более высокими достоинствами, ну, и потом женщине больше достается, и история жизни женщины в России действительно тяжела, не только потому, что вообще мужиков мало, поди его еще завладея этим сокровищем, но, кроме того, есть еще очень суровая жизнь, которая заставляет женщину нести две функции, и функцию защитника детей, и человека, который выращивает детей, и к тому же функцию кормильца. И вот эта вот ситуация, так или иначе, она, конечно, привела к тому, что качество женского населения я оцениваю гораздо более высоким, чем качество мужского населения. Мои дорогие подруги, всех поздравляю, всех люблю, очень ценю. И я должна вам сказать, к этому могу еще добавить одну забавную вещь. Когда я училась в школе, это было в районе Слободского метро, когда, впрочем, метро тогда даже... Ну, нет, уже было метро. И там было такое учреждение, называлось «Высшая партийная школа», куда приезжают молодые коммунисты из многих стран мира, из Скандинавии, из Восточной Европы, из Италии, ну, в общем, полно было их. И очень многие из них, поскольку школа их была рядом с нашей, женились на русских девочках. И у меня в классе, например, три девочки вышли замуж за иностранцев. И надо сказать, что русская женщина за границей, это в те годы было знаком высокого качества, потому что русские женщины были прекрасно приспособлены к жизни. Они быстро осваивали любое пространство, новое для них. Кроме того, они занимались хозяйством, убирались в квартире и делали все то, на что западная женщина жаждет помощи, участия домашних работниц и кухарок. А женщины наши оказались невероятно приспособлены. И я знаю, что эти браки, из тех, что я наблюдала, были очень удачными и счастливыми. Это я к тому, что мы по-прежнему, наши русские женщины, имеют знак качества. Желаю всем удачи, здоровья и любви, насколько это возможно. – Людмила Евгеньевна, а какова роль российских женщин в решении гуманитарных вопросов? – Вы знаете, дело в том, что я могу судить только по тому достаточно небольшому кругу женщин, с которыми я общаюсь. Это мои подруги. И вот как раз сегодня я вспоминала о моей покойной подруге Екатерине Юрьевне Гениевой. Она была директором библиотеки иностранной литературы. Она умерла три года тому назад. И библиотека просто умирает в ее отсутствии. И надо сказать, что, ну, может быть, это мой выбор. Я очень хорошо выбираю себе подруг. Но те, кто меня окружают, это люди необычайно социально активные, которые очень много делают. Притом не в государственной службе. Среди чиновников как раз у меня нет подруг. Но вот в благотворительном движении, скажем, участвуют практически все мои друзья. В основном женщины. Это и Нюта Федермейсер, который руководит сейчас огромным хосписным движением. Там, я не знаю, моя подруга, журналист Катя Гордеева, которая постоянно занимается. Вот сейчас выйдет ее книжка «Против рака». Мы, собственно, и познакомились с ней, когда она ее писала. У меня есть подруга Наташа Дзитко, которая имеет небольшой фонд помощи женщинам, которые выходят на свободу после тюрьмы. И это очень важная область нашей жизни, потому что у нас очень плохо работают социальные лифты для тех людей, которые выходят из заключения. И очень часто они попадают обратно в тюрьму именно по той причине, что общество не предлагает им хорошего инструментария для возврата к нормальной и честной жизни. Поэтому я лично своими подругами исключительно довольна. Ну, да, забыла про Зою Светову, которая правозащитника, занимается защитой тех людей, кто пострадал так или иначе в силу всяких сложностей политической жизни и законотворчества нашего достаточно сложного. Поэтому я думаю, что во всяком случае благотворительное движение, оно... Деньги, конечно, много денег дают мужчины, но практические работники, вся эта нива работников, это в основном женщины. А на этой очень безумной важности страна жизни, которая сейчас, последнее десятилетие, очень активизировалась. Вы, безусловно, назвали имена очень интересных женщин, которые занимаются большим благородным делом. Когда-то в России была партия «Женщины России». И избиратели этой партии, они считали, что чем больше женщин будет в российской власти, в парламенте, тем менее власть будет агрессивно подвержена войне, милитаристской политике. Но когда мы сегодня наблюдаем женщин в российском парламенте, то мы видим, что агрессии в них ничуть не меньше, чем в мужчинах. Вы знаете, я, к сожалению, вынуждена с вами согласиться. Понимаете, дело в том, что, по-видимому, сейчас сформировался определенный тип политического деятеля. Очень твердого, властного, агрессивного достаточно. И женщины, которые попадают в сферу политическую, они копируют именно эти качества, которые, собственно говоря, столь неприятны для меня в политиках. Не наоборот. Понимаете, конечно, я тоже считала, что хорошо было бы, если бы женщин было больше в управлении, но вот на этот счет у меня был, скажем, очень интересный разговор с Сокуровым, который считает, что женщины еще более агрессивны, чем мужчины. И этот разговор был очень интересный. Я вынуждена была задуматься и пересмотреть свои, до некоторой степени, свои установки. Понимаете, женщины биологически, как производительницы детей, как представляющую тему жизни вообще в обществе, жизнь, это связано с женщиной. Именно женщины рожают детей, а за них отвечают. И мне казалось всегда, что это качество, оно женской натуры, что оно может распространяться и на других маленьких, слабых, бедных. Ну, возможно, что это не совсем так. Во всяком случае, после разговора с Сокуровым я об этом задумалась и поняла, что я вижу действительно довольно некоторое количество вполне агрессивных женщин. Но, тем не менее, все-таки я думаю, что в основном все-таки женская натура более мягкая и было бы, я думаю, все-таки неплохо этот эксперимент поставить. Скажем, когда Ксения Собчак баллотировалась в президенты, то я считала, что очень хорошо, потому что, честно говоря, мне надоели мужские костюмы и голстуки. Я бы хотела, чтобы президентом в нашей стране было особо женского пола, которое бы меняло блузочки, а не дорогостоящие миланские пиджаки. Ну, это, конечно, в виде шутки. Но в любом случае, конечно, то, что произошло за последние сто лет, это потрясающе. Потому что женщины получили открытый доступ к высшему образованию. Многие профессии, которые были сто лет тому назад исключительно мужские, стали почти исключительно женскими. Это можно сказать и о профессии педагога, и о профессии врача. Я не знаю, насколько это хорошо, это можно обсуждать. Но, во всяком случае, сегодня, когда мы идем в поликлинику, то большую часть врачей, которых мы видим, это женщины. И это удивительный прорыв, на самом деле. Мы как бы в повседневности своей мы этого не замечаем. Более того, есть такая удивительная цифра, что сегодня количество женщин с высшим образованием превышает, немножко, правда, количество мужчин с высшим образованием. И это всего лишь сто лет. Понимаете? Потому что там, не знаю, моя бабушка кончала гимназию, что было очень, очень замечательно для ее поколения. Она кончила ее золотой медалью. Это был предмет гордости всей семьи. И она собиралась учиться. Она приехала из города Калуги в Москву, чтобы поступить на курсы. Она поступила на курсы, но ее отпустили только при условии, что она выйдет замуж. 18-летнюю девочку одну не хотели отпускать. Она вышла замуж. Она поступила на курсы. Но в 1918 году она родила первого своего ребенка. На этом ее образование закончилось. И вся дальнейшая ее жизнь довольно тяжелая, потому что она рождение было первого года. Значит, войн, гражданская война, революция, потом Первая мировая революция, гражданская война, Вторая мировая война, она все это прожила. И приходилось очень тяжело работать, потому что дед сидел в сталинских лагерях. И достаточно... В общем, биография такая среднесоветская. Но, тем не менее, она работала, она получила заочное образование, работала там бухгалтером. Она научилась сшить, и в тяжелые времена на швейной машинке пошивала соседкам платьишки. Вот эта зингеровская старая машинка до сих пор у меня стоит, я вам могу ее показать, как память о моей бабушке, которая вот так героически боролась, вырастила своих детей. А надо сказать, что у нее были очень высокие жизненные такие принципы. Скажем, на столе должна была лежать скатерть, и скатерть должна была быть белой. и первая, вторая, третья подавалась соответственно на сервировки правильной, как она считала нужным. И поэтому, скажем, когда она была в эвакуации на Урале, где я родилась, то она в проруби стирала эту скатерть для того, чтобы белая скатерть в избе ели одну пшенку и свеклу, больше ничего не было. Но все-таки они ели это на белой скатерти. Я бабку мою бесконечно уважаю и почитаю. Понимаете, она для меня в каком-то смысле была образцом мужественной женственности, я бы так сказал. Людмила Евгеньевна, совсем недавно журналист Владимир Познер, прощаясь со зрителями в одной из программ, предложил им задуматься над следующим вопросом. Он как раз привел в пример слова Ксении Собчак, которые вы недавно упомянули, которая удивилась тем, что когда мужчина проявляет свою полигамность, это в принципе считается нормой. А если женщина уличена в какой-то измене, то, естественно, в нее посыпятся оскорбления и так далее. Вот в этом вы видите какую-то несправедливость? Вы знаете, нет, в этом нет никакой несправедливости, в этом есть на самом деле работающий очень быстро эволюционный процесс. Мы живем в столь быстро меняющемся времени, и наши установки, наши социальные привычки, они меняются чрезвычайно быстро. Во времена моей молодости девочки ставили себе приоритеты таким образом получить образование и выйти замуж. В 23 года закончить институт и выйти замуж считалось очень правильной моделью жизни. Сегодня, когда я смотрю на молодых женщин, то я среди этих деловых и просветающих женщин вижу совершенно другое отношение к жизни. Первым делом они должны сделать карьеру. Я сейчас не оцениваю, я не говорю, хорошо это или плохо. Потом они озабочены тем, чтобы родить ребеночка, а выйти замуж это как бы следующий вопрос по важности. Иногда удачно получается так, что они выходят замуж и потом рожают ребенка совместно уже в браке. Довольно много случаев я знаю, когда самостоятельная женщина рожает себе ребенка, когда она считает это удобным по ситуации жизненной, а замужество как бы с этим не сцеплено. Потом она может выйти замуж за достойного, как она будет считать, человека, который будет помогать ей растить ее ребенка. Довольно распространенная ситуация, которая 50 лет назад не существовала. Поэтому мы наблюдаем с большим интересом, я лично наблюдаю, как меняются наши отношения к жизни. И сегодня, скажем, такие первые сексуальные опыты гораздо более ранние, чем в нашем поколении, по-видимому. Сегодня эта тема непорочности девушки до брачной почти вывезена за скобки. Сегодня об этом не говорят. Это довольно ранние связи возникает часто у школьников уже в школьном возрасте. Эти вопросы, которые мы будем еще много-много лет обсуждать. Но, во всяком случае, нам надо быть готовым к тому, что наши стереотипы придется нам менять, наши старческие. Вот. Я совершенно не собираюсь выносить оценок, говорить, хорошо это или плохо. Но надо принять это как факт и смотреть на жизнь молодых людей с доброжелательным интересом, помогая им в том, в чем мы можем помочь и не осуждая их в ситуациях, которые нас раздражают. Потому что мы немножко имеем разный жизненный опыт. Если говорить об эмансипации и феминизме, то чаще всего это подразумевает права женщин. А если говорить о правах мужчин, то как вы считаете, например, нет ли такой проблемы, что у общества какие-то определенные стереотипы сформировались по отношению гендерной роли мужчин? Вы знаете, я как-то никогда не находилась в шкуре, в мужской шкуре, поэтому мой взгляд будет безусловно сугубо женским. И, наверное, я дам несколько тривиальный ответ вам. Дело в том, что мне никогда в жизни не мешало то обстоятельство, что я женщина. И все мои жизненные неудачи, они не были связаны с тем, что я женщина. Они были связаны с другими качествами моего нефизиологии, скажем, моего характера. Чего-то я не могла достичь по другим причинам. Более того, даже я бы не сказала, что мои неудачи были связаны с тем, что я еврейка, а это тоже достаточно такой фактор, не способствующий продвижению и карьерному движению, скажем, в советские времена сейчас, кажется, стало немножко помягче с этим вопросом. Тоже я не специалист, не берусь. Поэтому поскольку я никогда не испытывала такого унижения себя, как женщина, обошлось. Я трижды, сейчас я в третьем браке, ну, правда, 42 года уже в третьем браке, но, тем не менее, у меня достаточно какой-то есть опыт жизни женской, и я думаю, что здесь общих рецептов нет и быть не может, что это те вопросы, которые каждый человек решает персонально, и, кстати, относительно супружеских измен и прочих измен. Это договорные отношения. Есть браки, где очень жестко поставлен вопрос, и где измена исключается, я это очень хорошо понимаю. Тем не менее, у меня есть очень старая подружка одна, ей много лет, уже больше 90, у которой был брак, который был построен именно на принципе изначальной сексуальной свободы. меня это страшно удивляло, но, тем не менее, это был очень хороший брак. Они друг друга любили, уважали, и я прекрасно помню момент, когда на моих глазах муж снимает телефонную трубку и говорит, «Деточка, это тебе любовник твой звонит?» Я 25-летняя молодая женщина, я просто открываю рот, потому что такая форма отношений для меня немыслима, но она тоже бывает, поэтому я думаю, что нам надо быть всем более терпимыми друг к другу, и, кроме того, учитывать этот самый важный фактор договоренности. А как мы договаривались? А мы договаривались так, или мы договорились не так, или мы вообще об этом мне этот вопрос не обсуждали. Я думаю, что это бы облегчило решение многих проблем в жизни. В 2012 году вы выступили в качестве соучредителя Лиги избирателей. На ваш взгляд, честные, открытые, прозрачные выборы, они вообще-то способны привести к власти людей достойных такими справыми европейскими взглядами? Вы знаете, у меня в 2012 году было такое ощущение, когда это было многолюдное, тысячные, многотысячные митинги, у меня было такое ощущение, что там, в этой толпе стоят те молодые люди, которым сейчас там 15-18-20, которые будут через поворот, через поколение править нашей страной, управлять. И мне казалось, что это будут они. Сегодня у меня нет такого ощущения, и сегодня у меня как раз такое чувство, что управлять нашей страной будут дети тех, кто сегодня управляет, что у нас возникла такая приемственность сословная, которая совершенно противоречит демократическим любым принципам. И, скажем, мне бы очень не хотелось, чтобы нашей страной по-прежнему правили люди, выросшие в рамках и в условиях жизни, в принципах КГБ, НКВД, ФСБ. Мне бы хотелось, конечно, чтобы страной управляли профессионалы, профессиональные экономисты, профессиональные социологи, профессиональные юристы. И я думаю, что мы бы все совместно от этого сильно выиграли. А сегодня такие профессионалы, как вы считаете, они за бортом государственной власти, либо они вынуждены встраиваться в этот аппарат? Вы знаете, я не могу считать ни в коей мере себя специалистом в этой области, хотя я читаю, в общем, я живу в этой стране, и меня волнует ее и настоящее, и будущее, которое я не очень радужным вижу сегодня. И поэтому, что касается специалистов, то я думаю, что, безусловно, есть специалисты, есть высокие специалисты, но не они решают. Что сегодня все-таки главное решение в руках людей военных, в руках силовиков, у которых тоже свои сложные отношения, по-видимому, внутри этих сообществ. Но сегодня не профессионалы, экономисты решают будущее нашей страны, а уж тем более не юристы, и не педагоги, и не врачи, потому что как раз социальные сферы находятся в очень бедственном положении сегодня. И это меня очень печалит, честно говоря. Но самая главная проблема в обществе, что население поддерживает вот такую милитаристскую консервативную политику. И если проводить честные выборы, открытые, такие прозрачные, и допускать любые силы на выборы, то мы можем получить не только поливение, но и какой-то уклон в национализм. Я думаю, что это так, но дело в том, что и телевидение, и все средства массовой информации, они находятся сегодня в руках милитаристски настроенной власти. И это создает погоду во дворе. Вот, если бы у нас было менее цензурированное, скажем, телевидение, и все это медийное пространство, я думаю, что и люди по-другому бы ощущали. Хотя, понимаете, я, это, это очень интересно, об этом поговорить Левада-центром, с организацией, которая занимается общественным мнением. Потому что круг, мы все живем послойно, каждый из нас живет в своем слое. И поэтому, скажем, я общаюсь с моими друзьями, с людьми, с которыми, в конце концов, с шоферами такси, с которыми у меня, как правило, полная единодушие. Вот. Поэтому я не могу вам ничего сказать. Я боюсь, что сегодня только, там, не знаю, Лев Гудков, или кто-то там сейчас у нас сегодня занимается социологией, серьезно. Лев Дмитриевич Гудков. Сегодня может нам сказать о том, что на самом деле происходит в мозгах людей. Но то, что образование и просвещение бесконечно важны в этом процессе, то, что невежество очень агрессивно всегда, это вообще качество невежества, потому, что оно знает, как надо. Человек умный, образованный не всегда вам может сказать, как надо. В чем вообще слабость нашей левой оппозиции? Потому, что это люди, которые видят мир гораздо более реально, и они не всегда могут сказать, надо так. А военные совершенно ни капли не колеблюсь ни одной минуты, говорят, надо так. Они совершенно далеко не всегда бывают правы, но у них есть это чувство уверенности, которое так нужно простому человеку. Им очень хочется следовать за кем-то умным, который знает лучше, чем он. Единственное лекарство, конечно, культура образования, образование культуры, это то, что мы все время повторяем как мантру, но надо сказать, что это повторение, оно само по себе не работает. Поэтому я очень рада, что у меня есть возможность это сказать. Будем читать. Сейчас время почитать и подумать. сегодня ощущение такое, что социум так выстроен сегодня, что вряд ли мы сегодня можем добиться что-то прямыми, какими-то прямыми протестами, яркими. Во всяком случае, сжигание дверей или себя лично на Лубенской площади вряд ли к чему хорошему приведет. А вот посидеть, подумать, почитать информации полно. Нажимаешь на кнопку, тебе все приходит. Поэтому вот я сегодня утром читал, например, статьи Михаила Эпштейна в «Новой газете». Они очень интересные. Они довольно страшные. То есть, картина, которую он рисует, она заставляет так заволноваться. Но, тем не менее, это надо читать. Это надо читать, чтобы понимать, что мы в мире не в единственном числе, что мир огромный, а мы в нем на самом деле песчинка, потому что население России сегодня составляет, господи, 2% от мирового населения, по-моему, может быть, 3%, в общем, очень немного. Что это иллюзия, что мы можем влиять на цивилизационные процессы, как-то их быть носителями, водителями их. Предложение, которое сегодня я слышу от руководителей нашей страны, они опасные. Они все очень жесткие, они все очень милитаризированные. И, понимаете, что бы то ни было сломать, всегда легче, чем что бы то ни было построить. И то, что я сегодня наблюдаю, это на самом деле проект слома. Проект, как все сломать, а вовсе не проект, как все построить. 24 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. 27 февраля 4 года, как Бориса Немцова убили на мосту. Каково значение этих акций и каким вы помните Бориса Ефимовича? Вы знаете, дело в том, что я скорее удивляюсь тому, как его хорошо помнят. Потому что наше качество родовое, в общем, беспамятность. Потому что мы все забываем. История у нас как-то развеивается мгновенно. И из истории мы предпочитаем помнить то, о чем нам напоминают по телевизору. Они даже не факты своей семейной истории. Понимаете? Вот поэтому то обстоятельство, что Немцова помнят, меня очень радует и даже немножко удивляет. Немцов, конечно, был человеком с харизмой. Я думаю, что убит он именно по этой причине. Потому что он был действительно человек, который был доброжелателен, не агрессивен. При этом он был умен и весел. Потому что я с ним очень немного общалась. Но человек, который улыбается, это всегда приятно. А он умел улыбаться, он умел шутить. И я думаю, что он был одним из тех людей, который мог бы менять курс нашей страны, который сегодня лично меня глубоко не устраивает. Сегодня я, к сожалению, не вижу такого равного ему деятеля среди более молодых людей. Но будем надеяться, что они вырастут. потому что я возлагаю на самом деле большие надежды на новое поколение, на людей, которые моложе меня на 50 лет и моложе вас лет на 10. И единственное, что серьезно и отчаянно, это то, что времени очень мало. Потому что скорость процессов страшных, вызывающих большое беспокойство, скорость так велика, что человечество может не успеть опомниться. Есть такой британский астроном Мартин Рис, всемирно известный, который лет уже 20 назад написал книжку, а лучше него никто не знает про Вселенную, он специалист по тому, как устроен мир. И он написал книжку, в которой он проанализировал сегодняшнюю ситуацию на Земле и сказал, что возможно, что человечество 21 век не переживет, что для этого есть очень много предпосылок к тому, что жизнь на Земле рухнет, по крайней мере, в той ее части, которая касается человеческой жизни. И это предостережение очень серьезное. И для того, чтобы не произошло этой тотальной катастрофы, нужно, чтобы изменилось наше сознание, чтобы мы стали по-другому относиться к себе, к соседям, к животному миру, к дереву и к птичке, которые за окном, совершенно на другой степени ответственности. А времени мало, потому что эти процессы на самом деле эволюции. Потому что когда мы говорим о перемене человеческого сознания, то мы говорим на самом деле о том новом витке эволюции, когда она происходит не по части удлинения конечностей или, так сказать, количество зубов во рту, но у нас будет не 32 зуба, а допустим 30, какие-то зубы перестанут существовать, у нас они не нужны уже. А речь идет о сознании человеческом, которое меняется на самом деле очень быстро. И я этому свидетель. Мне 76 лет, и я могу свидетельствовать, что люди меняются, они гораздо быстрее умнеют, они гораздо медленнее взрослеют, вот они делаются умненькими очень рано, а потом они очень долго оказываются подростками, и вот эта настоящая человеческая зрелость, она плохо приходит. И у меня было много прекрасных учителей в молодости, а если бы я сегодня стал искать себе учителя, я бы, наверное, очень долго его искал, хотя даже я в этом очень нуждаюсь. Поэтому читаем, думаем, стараемся понять и осмыслить мир и уменьшить тот колоссальный уровень агрессии, в котором мы живем и который мы лично производим. Людмила Евгеньевна, сегодня мы часто становимся свидетелями, когда люди либерально, оппозиционно настроенные, демократическими иногда, либеральными взглядами, пытаются друг друга увлечить. Насколько ты с властью сотрудничаешь, куда ты залез в плане моральных каких-то или нравственных установок. Вы в советское время много общались с диссидентским движением, у вас много было таких друзей. Вот такие споры тогда в советское время возникали между диссидентами? Вы знаете, дело в том, что тогда они не возникали, это не была тема, это тема сегодняшнего дня. Дело в том, что я больше общаюсь с людьми зона культуры. Я писатель, я сижу и завишу только от моего компьютера, мы с ним вдвоем здесь сосуществуем. Но люди, которые работают с театром, с кино, у которых коллективы, у которых государственное финансирование, они часто оказываются в зависимости от государственных денег. Причем надо сказать, что деньги эти государственные, это наши деньги, это мы платим налоги, которые потом государство тратит на культурные в частности нужды. Но каждый человек, отдельно взятый, который руководит студией, киностудией или театром, он вынужден считаться с тем, что им руководят чиновники. И вот это руководство чиновников культурой, оно, конечно, совершенно абсолютно излишне. Потому что культура, вообще единственное, что человек производит, это культуру. Это главный продукт, который человек производит. Потому что даже технологии это тоже сфера культуры. Поэтому управление здесь часто бывает излишним и деформирующим. Поэтому я думаю, что вот эта тема взаимоотношения деятелей культуры в первую очередь с властью, она очень сложная. Я человек независимый, поэтому я могу подписать письмо против, скажем, войны в Украине. Я считаю, что это была абсолютная ошибка, даже преступная ошибка. Вот Крым, скажем, вся эта ситуация с Крымом. И за это государство может заплатить потом страна очень большой ценой, и создаются какие-то целые серии безвыходных ситуаций, созданы рукотворно. Это так я считаю. Могу считать и могу себе это сказать своему другу за чаем и вам, журналисту. А вот человеку, которому надо получить деньги на спектакль или на театр или на постановку фильма, он этого сказать не может, потому что за ним коллектив, за ним работа, и он лишен этой возможности. Поэтому одни люди находят возможность общения с властью, другие ее не находят. и это та граница, которую проводит себе каждый человек лично. Лично я так, лично другой человек находит эту границу на другом месте. Я не смею никого здесь осуждать. К счастью, моя ситуация такая, что я никогда ни одной копейки от государства не брала, а скорее ему давала, потому что мои налоги я плачу честно всю свою жизнь, и никогда ни одной копейки не замылила. Действительно, у вас очень много государственных наград иностранных, общественных премий, а государственных наград Российской Федерации у вас, ну, я не знаю, информация есть? Есть у вас такие? Вроде нет. Вроде нет. А почему? Никто вас не выдвигал? Вы знаете, это совершенно не имеет никакого значения. Понимаете, дело в том, что я очень поздно начала писать. Моя первая книжка вышла, когда мне было 50 лет, и я была уже взрослым человеком. соревновательная история, она не коснулась меня. Действительно, так получилось, что я получила много разных наград и премий. И, может быть, из них есть некоторые особенно для меня важные, особенно дорогие. Например, я получила лет 10-15 тому назад премию города Будапешта. Города Будапешта, в котором еще следы советских этих снарядов на стенах не всюду залечены. Венгрия советскую Россию не любила и боялась. И когда Венгерск город, Будапешт, когда мне дает премию города, то это значит полная победа культуры над политикой. И поэтому всякий раз, когда я чувствую, что моя работа направлена на взаимопонимание, на взаимосочувствие, на взаимную эмпатию людей, я очень радуюсь. Когда это отмечается премией, именно это, как бы гуманитарная составляющая, мне это приятно. Значит, для того, чтобы получать награды в моей стране, где я живу, русский язык это моя родина, наверное, для этого надо протянуть какую-то руку в сторону власти. Я не думаю, что сегодня мне это хочется. Я делаю то, что я считаю нужным и правильным, а власть делает то, что она считает нужным и правильным. Мы не всегда совпадаем. Людмила Евгеньевна, а где вот та граница, после которой вы не подойдите руки человеку? Вы знаете, у меня было несколько таких случаев, когда передо мной реально был человек, который совершил некоторый шаг, после которого очень многие от него отвернулись. Я поняла, что я этого не хочу. Мне его было жалко. И поэтому моя рука ему была протянута. Я не тот, какое у меня право судить. понимаете, мы же не знаем. У каждого человека своя ситуация. Я всегда об этом говорю. У меня дед сидел. Отец мой, я написал об этом в романе «Лестница Якова». Отец мой, как я узнала много-много лет спустя, когда посадили деда, побежал, написал в партком заявление, что если его отец будет сочтен врагом народа, то он с ним дружить не будет, потому что ему партия дороже. Я, узнавши об этом, горько плакала, потому что мне стало жалко отца, потому что первое чувство, которое ты испытываешь, дикого сострадания к человеку, который вынужден так поступать от слабости и от трусости. Но не все же люди сильные. Мне тоже никто иголки под ногти не загонял, и я не знаю, как я себя повела бы в ситуации такой экстремальной. А сейчас у нас в стране, вот мы же знаем, мы читаем все это, в тюрьмах пытки, и люди под пытками говорят на себя, на других, бог знает что. А как я могу их осуждать? Это надо иметь личный опыт, чтобы это сказать. Я только могу сострадать им? Поэтому нет, очень сложный вопрос. Я беру у вас интервью накануне своей поездки в Баку, и не могу вам не задать этот вопрос. Вам же запрещен въезд в Азербайджан в связи с той поездкой в Одногорный Карабах. В связи с чем? Зачем нужно было туда ездить? Знаете, понимаете, это такая довольно сложная история, в которой, конечно, я не разобралась, прежде чем мы туда поехали. Дело в том, что, в принципе, задуманы были поездки сначала в Армению, потом в Азербайджан, а именно на эту границу конфликта, на эту линию огня. Но там огня большого сейчас нет, там такое полузамирение, перемирия нету. Ситуация политически чудовищно сложная. Из Нагорного Карабаха, когда ты по нему едешь, это мучительная картина, потому что это разрушенные деревни, города, то торчит печная труба, то торчит из земли минорет от разрушенной мечети. Смотреть на это ужасно. Это полное безлюдие. Это большая красота природы, где все разбито. там нет ни армян, ни азербайджанцев. Все люди оттуда уехали, там жить нельзя. Азербайджанцев оттуда уехало около миллиона беженцев. Это сложная земля, и сложность этого конфликта, она приблизительно такова, как сложность конфликта израильско-палестинского. Потому что а две тысячи лет тому назад здесь жили евреи, а тысячи лет тому назад здесь жили арабы, так чья это земля? Божья земля. Значит, люди должны научиться договариваться, чтобы жить совместно. Значит, ситуация драматическая, безусловно. Поскольку мы поехали по приглашению Анны Пашинян, жены президента, и я привезла туда книжки, я прочитал рассказ в магазине, там, в книжном, гудаутские груши, рассказ о том, как на Кавказе некая женщина рассказывает, какие у нее плохие соседи, один хуже другого. И мы даже не можем понять, кто же по национальности эта женщина, потому что плохие оказываются все. И все у меня хлопали и смеялись. Вот. Следующий шаг был поездка в Азербайджан. Но оказалось, что сам факт поездки в Армению был интерпретирован как факт солидарностью с Арменией, как бы поддержки Армении. И его расценили как факт отрицательный по отношению к Азербайджану. Чего совершенно, конечно, ни в коей мере не было в мыслях у нас. Поэтому, когда мы получили известие о том, что нам запрещен въезд в Азербайджан, мы расстроились. И более того, одна из участников и организаторов этой поездки, человек, работающий в политике, она связалась с семьей президента азербайджанского. И сейчас разрабатывается эта тема, чтобы все-таки нас впустили, чтобы мы все-таки поехали. Если нас впустят, конечно же, я поеду, вне всякого сомнения, прочитаю им тот же самый рассказ «Гудаутские груши». А как так получилось, что вы оказались в одной компании? Ну, с Нюта Феремеса понятно, а с Журовой, Светланой? Да. А на политических взглядах вы придерживаете абсолютно разных. А вы знаете, дело в том, что в этой поездке была совершенно другая идея. Я же не знал даже, с кем я еду. Смысл этой поездки был в том, что там на границе погибают мальчики. Они были тощенькие такие, эти мальчики, которые там стояли, школьники, какие-то недокормыши, какие-то все даже, знаете, вот мелкоразмерные такие детишки. И поездка, смысл ее был в том, что перестаньте детей посылать на войну. И здесь не политическая была акция, а абсолютно женская и материнская. Это наши дети. И наши дети с этой стороны, и наши дети с той стороны. Кончайте валять дурака. Проблемы эти должны решаться за столом переговоров, а не с помощью оружия. Вот главная мысль, которая была заложена в этой поездке. Стратегически, возможно, что мы поступили неправильно, наверное, нам надо было начать с Азербайджана. Но поскольку первое предложение прозвучало со стороны семьи президента Армянского, то мы туда и поехали. Я думаю, что он человек, способный эту проблематику обсуждать. Потому что этот человек все-таки другого несколько ментальности, чем предыдущее руководство. Я надеюсь, что новые люди и более молодые люди смогут более конструктивно подойти к проблеме Нагорного Карабаха. Лично мое ощущение, что восстановление этого района должно быть безусловно совместным, что это должно быть отдельно выделенная территория, в которой должно быть совместное управление армян и азербайджанцев. Такое у меня ощущение. Как это можно реализовать, не знаю. Очень много жестокости было проявлено и с одной, и с другой страны. И это все то, что потребует огромного времени, чтобы все это изжить, переварить, осознать и сделать какой-то шаг вперед. Вы не разделяете скепсис некоторых азербайджанских комментаторов по поводу того, что вас могли использовать как провокацию? Вы знаете, лично я не думаю, что, так сказать, понимаете, вот я вам изложила свою концепцию. Какая здесь провокация? Вероятно, надо было бы стратегически более правильно было поехать сначала в Азербайджан. Возможно, тогда бы нас не впустили армяне, но мне кажется, что впустили бы. А приглашение вы получили от Светланы Журовой? Нет, конечно, Анна Пашиняна. Она сама подбирала. Конечно, приглашение я получила через Нюту Федермессер, которая ехала с намерением помочь им в организации хосписов. У нее была своя абсолютно гуманитарная задача. Поскольку я тоже нахожусь в правлении этого хосписа, то я с радостью с ней поехала и точно так же поехала бы в Азербайджан, потому что дело хоспис хосписное, очень важное. Возможно, что там в более восточных краях оно не так остро, как в России, потому что там все-таки Восток и к старикам гораздо лучше относятся. И нет таких брошенных строков, как у нас в России, к сожалению. Но проблема обезболивания существует и здесь, и там, совершенно в равной мере. Поэтому, конечно, мы бы поехали и сделали все, что от нас зависит, чтобы степень агрессии снизить, чтобы немножко смазать, послужить смазочным материалом в этом очень плохо работающем механизме. В одном из интервью недавних вы сказали, что в последнее время вы часто вспоминаете события прошлого и осмысливаете их, и даже даете им другие оценки. Много ли вы событий, которые происходили у вас в жизни, вы переоценили? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что у меня были какие-то кардинальные такие повороты. Понимаете, я вообще, в принципе, не отношусь к людям перестройки. Дело в том, что семья у меня была репрессированная. И поэтому у меня не было никакого восторга перед советской властью. Никогда. Поэтому, когда Советский Союз закончился, это, конечно, было для нас чудо, но мы совершенно не предполагали, что может повернуться реальность вот другим образом. Какие-то другие были надежды на то, что будет построено демократическое государство, гораздо более мягкое, с гораздо более человеческими структурами. И какие-то первые годы были, вот все ругают 90-е годы, они на самом деле были годами больших надежд. Эти надежды в большой степени не реализовались, но они не реализовались в тот момент, когда власть оказалась в руках, в общем, человека, воспитанного КГБ. То есть, это традиция жесткой власти, управления, и традиция, что самое главное, традиция государственного насилия. Это государство, которое мы оплачиваем своими налогами, и которое должно защитить нас от насилия уличного, скажем, мы ему даем право на насилие. И вот сейчас мы видим, что, может быть, напрасно ему дано это право на насилие, потому что оно очень широко использует свои полномочия, которые мы, народ, ему дали. И существуют такие события, которые с нами не обсуждали. С нами, народом, я позволю себе так, в данном случае, себя присоединить к большинству, хотя, наверное, это не так, не обсуждали, надо ли вводить войска в Крым, надо ли воевать с Грузией, с Украиной, надо ли воевать в Сирии, надо ли нам посылать самолеты в Венесуэлу, у меня об этом не спрашивали. Более того, в сегодняшней ситуации, когда власть обладает полнотой информации, то и мальчики, которые, те самые, которые сейчас между Азербайджаном и Армением друг в друга по ночам стреляют и убивают, и вот эти самые мальчики опять пойдут и будут убиты. Понимаете, в 21 веке это вина политиков. Сегодня время такое, что можно обо всем договориться, безусловно. Есть люди, способные к разговору, есть люди, способные к достаточно откровенному, прямому и честному разговору, и мне бы хотелось, чтобы нам направили такие люди. Вы сейчас упомянули тему 90-х годов, но часто про 90-е годы можно услышать только в негативном контексте, а люди, которые 90-м годам симпатизируют, но при этом они не занимаются гражданским просвещением и вообще предлагают не обсуждать эту тему с населением и говорят, что давайте забудем это и начнем все заново. Это правильная позиция? дело в том, что это очень наша такая родная российская очень давняя традиция начать все заново. Вот рухнула и монархия в 1917-м году. Начали все заново. не всегда об этом объявляется. Потом умер Ленин и начали все заново. Уже был Сталин со своими новыми порядками. Потом умер Сталин и снова мы начали заново. Политика меняется не по той причине, что для этого созревают какие-то предпосылки в народе. В ситуации экономической, политической она меняется всегда сверху. И это традиция русской жизни. Наверное, с этим очень трудно бороться. То есть бессмысленно бороться. Но в 90-е годы был какой-то маленький просвет небольшой, когда можно было пойти иным путем. Вот этого не произошло. И мы снова оказались в авторитарной системе, где власть в одних руках, мощная власть, власть человека, воспитанного в системе КГБ, власть человека, который понимает, что такое насилие, и он им пользуется довольно аккуратно, гораздо более аккуратно, чем его предшественники. За что я даже готова ему сказать спасибо, потому что у меня иностранный паспорт в руках, я поеду через три дня в Лондон, а потом вернусь, и меня не скрутят и не отвезут на Лубянку, как я надеюсь. Поэтому, скажем, железный занавес рухнул. Мы в компьютер нажимаем кнопочку, мы можем прочитать хоть по-русски, хоть по-английски абсолютно все, что тебе хочется. И это, я все время говорю, в России так хорошо, как сегодня, не жили никогда. Но только не благодаря власти, а вопреки ей. Потому что во всем мире сегодня повысился жизненный уровень. Во многих странах он повысился в 10 раз. У нас в 2 раза, что тоже хорошо. Но гораздо менее мы, так сказать, улучшили меньше свою жизнь, менее она улучшена, чем во всем остальном цивилизованном мире. Хотя даже, скажем, такая страна, как Китай, у которой была чашечка риса на человека, она сегодня сыта, накормленная у них средняя зарплата 1000 долларов. А нам до этого далеко. То есть наши успехи экономические, они совершенно несоизмеримы с нашими амбициями. И это печально. Я бы считал, что надо бы немножко на хозяйстве поработать. У нас на хозяйстве, дома, а не в Венесуэле или в Центральной Африке. Как вы считаете, опыт 90-х годов реформы Егора Димурча Гайдара, это может быть как ориентир к тому, к чему сегодня об этом бессмысленно говорить. Сегодня можно говорить о том, что реформа не пошли, они были остановлены. Насколько они были хороши, насколько бы они заработали, если бы ситуация сложилась иным образом, я сказать не могу. Но то, что безусловно, они были стрелкой в нужном направлении, думаю, что так. Думаю, что так. Ну, а по части того, что плохо у нас получается, да во всем мире, а где хорошо получается. Вот Евросоюз прекрасная идея, замечательная идея, а ведь работает она плохо на сегодняшний день. Она потом, может быть, начнет когда-нибудь лучше работать, но идея прекрасная, работает плоховатенько, а идея ООН гениальная, и опять же плохо работает, а римский клуб, это вообще сверхгениальная идея, совет самых мудрых, самых образованных, самых просвещенных людей в мире, и вот они сидят и обсуждают, как правильно устроить мир. Мировое правительство, великая идея, ну, нифига не работает, ну, что тут поделаешь. Значит, живем в реальных условиях, 90-е годы прошли, шанс был упущен на какое-то другое существование, живем в той структуре, которая есть. Что сегодня делать каждому отдельно взятому человеку, как я считаю, читать, думать и развивать свои мозги, и стараться бороться с внутренней агрессией. И если мы все за это возьмем, то, может быть, ее будет немножко меньше в мире, и, может быть, мы успеем не погибнуть во ядерном огне. Спасибо, Людмила Евгеньевна, за этот чудесный разговор, очень интересный, и, на мой взгляд, просто, как бы, вы расставляете все по своим местам, по полочкам, своими мыслями и взглядами. Спасибо. С наступающим вас праздником, и спасибо вам за ваше творчество. Спасибо. Спасибо.